Вы искали как предупредить грипп, как правильно сопровождать эту опасную и коварную вирусную инфекцию и как реабилитировать иммунную систему по окончании? Прекрасно! Я врач-фитотерапевт, диетолог Борис Качко, более 25 лет занимаюсь лечением, опубликовал уже более 45 книг и брошюр. Одна из них это грипп, профилактика, лечение и реабилитация. В этой брошюре описаны фактически разные стадии взаимоотношений человека с вирусом. Когда вы не знаете вирус, что делать, чтобы подготовиться к этой не совсем приятной, но часто неизбежной встрече. Как правильно сопровождать вирусную инфекцию от первых до последних минут ее наличия в вашем организме? И как реабилитировать иммунную систему по окончанию? Конечно, вы можете на моем канале подписаться на него. Тут есть несколько видео, в которых я подробно описываю, что делать до заболевания, что делать с первых секунд, когда вы уверены, что вы заболели и что делать после. Для тех, кто не хочет смотреть видео, для кого хочется, знаете, подержать в руках литературу, где можно почитать, перечитать, где-то что-то подчеркнуть, видео вы этого не можете сделать, не вопрос. Вы можете легко приобрести, вы видите контакты, можете заказать по телефону, можете заказать по электронной почте, не вопрос. Более 80 страниц информации, которые как раз посвящены вот этой самой теме. Почему? Потому что вирус гриппа в принципе очень опасный, очень коварная инфекция. Вы знаете, буквально 2-3 часа неправильных действий и развиваются осложнения. Очень, повторюсь еще раз, коварная инфекция. Самое опасное осложнение со стороны органов дыхания. А органы дыхания это хозяин энергии, если взять восточный минцикл. Конечно, хозяин. Что бы вы ни ели, что бы вы ни пили, а энергия извлекается только благодаря одному веществу, кислороду, который идет через органы дыхания. Прошел кислород в организм, окислил какую-то пищу, вы извлекли энергию и можете использовать его на тот вид работы, который вам нужен. Или на безделье, если вам это необходимо, не вопрос. Все равно, когда вы бездельничаете, ваш аренит все равно работает. И энергия вам нужна. И осложнения со стороны органов дыхания при неправильном сопровождении вирусной инфекции могут развиться в течение 2-3 часов. До этого, в принципе, практически здоровый человек с вирусной инфекцией, через несколько часов человек с осложнением вирусной инфекции практически инвалид. И выйдет ли он из реанимации или нет, бабка на двое годово. Здесь описаны в этом издании основные критерии качества правильного сопровождения процесса. Потому что есть первые признаки осложнений, которые нельзя игнорировать. Нужно на них адекватно реагировать. Тогда все в порядке. Тогда будет безопасность. Потому что вопрос, болеть или не болеть, он не стоит. Как только вы заразились, вы должны правильно сопровождать, выработать надежный иммунитет и забыть об этой инфекции. Потому что второй раз один и тот же вирус гриппа не может вызвать заболевание. Потому что иммунитет пожизненный после заболевания. В отличие от вакцинации, иммунитет только до следующего эпидемического сезона. Поэтому, но тут есть описанные условия, как подготовиться к вакцинации, чтобы получить от нее результат. Если вы вакцину вводите в неподготовленный организм, он таким же образом вырабатывает антитела. И выработает или нет нужное количество, тут вопрос. Поэтому многие из смотрящих видео знают, прививались, а все равно болели. Точно так же, как принимать иммуномодуляторы. Многие принимали и все равно болели. Потому что иммуномодуляторы используют резервы в вашем организме, которые вы до этого создали. А что вы делали до того, как принять иммуномодулятор? Вели непонятный образ жизни, не имели правильного питания? И вы рассчитываете при этом получить хороший результат по укреплению вашего иммунитета? Из ничего ничего не образуется. И ничего не получается. Если на ноль вы умножаете любую цифру, вы все равно получаете ноль. Поэтому если вы подготовились к инфекции, если вы подготовились к укреплению иммунитета, вы можете его простимулировать и получить реальный результат. А если вы просто зашли в аптеку, взяли, приняли, и считаете, что теперь все, вам море по колено? Не по колено. И даже не по поясу. Часто по горло и выше. Поэтому, если вы хотите правильно сопровождать вирусную инфекцию, вы видите эту книгу, вы можете ее заказать по телефону, по интернету и получите руководство действия. Как сохранять свое здоровье? Наиболее простыми народными средствами. Потому что когда принимают витамин С в больших дозах, он не стимулирует, он подавляет иммунитет. Когда используют жаропонижающие при вирусной инфекции, это неправильно, их нельзя использовать. Нужно использовать совершенно другие средства. Жаропонижающие вместе с температурой снижают способность вашей иммунной системы вырабатывать антитела. И температура, как антибиотик, перестает действовать на вирус. Вирусу прекрасно разложатся при этом. Поэтому вирусную инфекцию нужно сопровождать правильно. Нужно сопровождать грамотно. Может быть и народными средствами, по проверенной официальной медицине, доказанной врачами. А не просто так, на свой страх и риск. Потому что страх не знаю, а риск очень большой. Поэтому если вы хотите вирусную инфекцию сопровождать правильно, безопасно, вырабатывать надежный иммунитет и забывать о каждой вновь прошедшей вирусной инфекции, вы видите контакты, вы эту книгу можете заказать. Легко и просто. То ли позвонив по телефону в Киеве, то ли отправив свой запрос по электронной почте. Любой вариант, вы получите такой результат. Если захотите, с автором и автором.